Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Елена Ефимова. Сегодня у нас очень интересная тема – это коронавирус и экономика. И для обсуждения такой темы в нашу студию приглашены Марина Владимировна Разумова, директор по юридическим вопросам в компании «Авторос». Добрый день! Также у нас сегодня Александр Сергеевич Хараздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области. Дмитрий Леонидович Нечаев, главный редактор медиахолдинга «Тверской проспект». И Владислав Витальевич Шуриков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. На самом деле тема действительно интересная. Казалось бы, болезнь и экономика для простого обывателя не очень увязывается. Но на самом деле сейчас во всех средствах массовой информации появляется такая информация. Если эпидемия затянется, мир ждет, прогнозируется, новая великая депрессия. Но даже если все будет не так плохо, коронавирус все равно повлияет на мировую экономику. Так ли это? Это стоит опровергнуть или подтвердить? И вообще как складывается ситуация? Я могу сразу ремарку скажу, что коронавирус уже, к сожалению, негативно повлиял на мировую экономику. Потому что вот уже на этой неделе стало известно, что впервые за полтора года минимальных значений достигла цена на нефть. А мы знаем, что цена на нефть, что из нее складываются очень многие другие цены. И это только начало. Это только одна маленькая ремида. Поэтому повлиял очень ощутимо. Уже есть на биржах определенные панические настроения. То есть это уже свершившийся факт. Сейчас больше вопрос в том, насколько глубоко это падение будет продолжаться. Мнение еще окружающих также. Кто сегодня участвует? Вы знаете, я думаю, что многогранность современного мира, она в том числе в том, что масса различных факторов оказывает воздействие на нашу повседневную жизнь. Ведь коронавирус, это, наверное, просто он всплыл у нас за последние несколько месяцев. И мы видим резкое его проявление. Это не значит, что он единственный. Как мы приспособимся к этому фактору, какой характер приобретет его влияние на общемировую экономику, это будет видно. Я лично считаю, что, конечно, без каких-то последствий не обойдется. Но, учитывая привычку российской экономики к различным внешним вызовам, я все-таки надеюсь, что мы с этим фактором тоже справимся. Мария Владимировна, а вот конкретно, если про ваше предприятие говорить, допустим, вы сейчас ощущаете? У нас предприятие занимается выпуском российских снегобладоходов, российской техники. Мы закупаем китайские запчасти в минимальном количестве, но есть проблемы с некоторыми запчастями, которые у нас прекратили поставку. Но вот сейчас мы будем искать аналоги российского производства. А это о чем речь? Это электроника или какой-то металл? Это металл, это запчасти конкретные на снегобладоход. То есть вы сейчас будете выходить из ситуации тем, что помимо Китая... Будем российских каких-то других производителей искать, да. Но самая большая проблема, что аналогов пока запчастей, которые нам поступают из Китая, их пока нет. Поэтому мы... А это какие-то эксклюзивные, то есть детали, которые в принципе не выпускаются у нас, не от серийных аппаратов? Да, это не от серийных аппаратов, да? Да, это у нас эксклюзивная техника, я повторюсь еще раз, да, и поэтому... Слушайте, вот мне просто даже интересно, а как так получилось? Вот вы изобрели перспективную машину, которая востребована в МЧС, в спецслужбах и так далее, которая не просто в повышенной проходимости, да, это просто запредельно повышенная проходимость, это многоколесная техника, которая преодолевает болоты, реки вброд и так далее. Понятно, что просто аудитории было понятно, о чем идет речь. Когда вот вы приступали к ее выпуску, вы какие-то узлы проектировали, я так понимаю, да? Конечно. О чем идет речь? Редукторы или что просто? Про что сейчас мы говорим? Двигатели или что? Мосты, двигатели. Мосты, двигатели, да. То есть это вы брали от каких-то серийных китайских аппаратов, что ли? Нет, мы ничего не брали от серийных китайских аппаратов, это чисто российское производство. То есть вы это изобрели? Мы сами это изобрели. Китайцы это сделали, я правильно? Нет, 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 нет. Мы делаем все сами. У нас полностью наша российская сборка. Просто какие-то незначительные запчасти мы заказываем в Китае. Сейчас уровень интеграции настолько высокий, да, что нет, наверное, ни одного конечного изделия, в котором отсутствовали бы комплектующие множество различных стран. Китай, мы же с вами понимаем, да, за счет чего товарная экспансия происходит. Во-первых, за счет цены, да, что вполне понятно. Во-вторых, за счет быстроты реагирования, да, то есть вот быстро перестроиться и выпустить даже в незначительном или малосерийном количестве те вещи, которые заказывает потребитель, они в состоянии. Отсюда вот такая вот и картина. Но я лично думаю, что, в общем-то, выпуск подобных вещей, он по зубам и нашей экономики, да, нашим промышленным предприятиям. Вопрос в заинтересованности, да. Соответственно, вот как, к чему придет картина, да, если мы потеряем китайского поставщика, к тому, что мы вообще останемся без этой части комплектующих? Или к тому, что мы все-таки найдем российского производителя, которому будет выгодно это делать? И как это скажется на цене конечного изделия? Вот в этом вопрос. Когда вы сказали про быстроту реакции, я что-то сразу вспомнил про больницу, которую они за шесть дней, по-моему, там построили для этих от коронавируса пациентов. Вот это что-то, конечно, запредельное такое. Когда я увидел эти там несколько десятков экскаваторов, этих снующих, которые строили модуль. Это кажется фантастикой. Кстати, интересно, что некоторые вот там каналы, принадлежащие западноевропейским компаниям, они упирали на вот мобилизационную систему, да, в Китае. О том, что это принудительно, фактически всех огнали, они быстро построили. Ну, конечно, злорадствовать нехорошо, но посмотрим сейчас, как отреагирует другая система, более демократическая, в Италии, да, где пошло вот распространение данной заразы и так далее. То есть, конечно, при борьбе с подобными вещами, видимо, элемент принуждения, он всегда присутствует. Коллега, видимо, лучше знает. И вот как это произойдет в том или ином политическом строе, это, конечно, тоже для внешнего наблюдателя интересно. Я надеюсь, мы будем за границей Российской Федерации и наблюдать на внешний мир, как он борется. Уже наблюдаем. Без того, чтобы участвовать в этом самим. Что касается Италии, я, ну, конечно, Александр Сергеевич гораздо там профессиональнее скажет по поводу там нюансов, каких-то, да, медицинских аспектов. Но то, что вот, ну, вызывает уважение, это то, что они это очень открыто все делают, гласно, и ничего не скрывают, как вот, ну, по крайней мере, в публичном поле выступают высокие представители этой страны. Все рассказывают, все данными делятся с тревогой. Понятно, что весь мир с тревогой за этим следит. Но вот вызывают уважение, то, что все это делается гласно, открыто, и они понимают, что это общая проблема для всего мира. Ну, и как бы это дает возможность максимально эффективно и максимально адекватно реагировать на эту проблему. Александр Сергеевич, вот я как набрала данные, тоже подтвердите или опровергните, что Всемирная организация здравоохранения вот на 30 января объявила эпидемию коронавируса угрозой всемирного значения. Да, эта ситуация на самом деле такова. Изначально комиссия Всемирной организации здравоохранения не признавала ситуацию с новым коронавирусом, той, которая имеет значение в международном масштабе, но, учитывая динамику процесса, в итоге такое решение было принято, и новая коронавирусная инфекция была признана проблемой, чрезвычайной проблемой, которая имеет значение в общем мировом масштабе. И мы сейчас видим, что да, более 80 тысяч людей во всем мире инфицировано, в одном Китае только более 70 тысяч, и сейчас ситуация начинает развиваться. И в Италии более 300 человек инфицировано, при том, что за сутки добавилось больше 50 человек. И Иран здесь выступает территорией, где уже начинается местная передача инфекции. С чем это сейчас связано? Сложно сказать. Коллеги говорили об уровне мобилизационной готовности, почему Китай так быстро, в кратчайшие сроки сумел локализовать проблему. Они же, по сути, уже спустя неделю-две сказали, что да, это новый коронавирус, есть возбудитель, есть генетический материал этого вируса, на основе которого наши ученые российские из научного центра «Вектор» сделали диагностические тест-системы, при помощи которых сейчас наши регионы подтверждают случай или опровергают. Во всяком случае, все, кто возвращается из Китайской Народной Республики, они проходят обследование на эту инфекцию. И здесь нужно сказать, что у Китая в этом отношении большой опыт, потому что в 2002 году они уже сталкивались с коронавирусной инфекцией, которая на тот момент была причиной атипичной пневмонии. И сейчас они этот опыт очень эффективно использовали в наши дни. Сейчас мы прервемся на рекламу, а затем продолжим обсуждать эту тему. Мы возвращаемся в нашу студию. В эфире программа «Тема дня». И мы обсуждаем такую очень важную и очень обсуждаемую сейчас тоже тему. Это коронавирус и экономика. То есть, как сказалась эта эпидемия и как сказывается на экономике. Александр Сергеевич, вот как раз вы сейчас говорили об этом. Мы с вами уже обсуждали вообще тему коронавируса. И все же хочется спросить, а что вообще с Россией, что в России у нас сейчас, какая ситуация? На сегодняшний день в Российской Федерации все службы переведены в режим повышенной готовности по поводу распространения новой коронавирусной инфекции. И в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации на сегодняшний день прекращено движение граждан Китайской Народной Республики через границу. То есть, у нас въезд для граждан Китая на сегодняшний день закрыт. Но при этом есть граждане России, которые так или иначе возвращаются из Китая. И мы знаем, что они помещаются под медицинское наблюдение, обследуются. Кроме того, ведется усиленный мониторинг больных с пневмониями тяжелыми, которые так или иначе могут быть дифференцированы как явления, которые могут являться последствиями инфицирования коронавируса. И чтобы не пропустить эту инфекцию, сейчас проводится мониторинг, и эти люди также обследуются на новую коронавирусную инфекцию. Мы сейчас знаем о двух случаях, подтвержденных в России. Это китайские граждане, один из которых выписан. Тем более, та ситуация, которая на круизном лайнере складывалась, также о ней известны. Но, тем не менее, я могу сказать, что в Российской Федерации угроза распространения новой коронавирусной инфекции минимальна, так как все службы, по сути, задействованы с целью предотвращения проникновения на нашу территорию. Этой инфекции и ее дальнейшего распространения. Можно вопрос тогда, что службы в таких благополучных странах Европы, которые сегодня уже Швейцария поражена, Австрия поражена, Италия, это вообще просто там, конечно, уже, может быть, эпидемия началась. Они что, не были готовы или они что, халатно отнеслись? Сложно сказать, как в европейских странах подходит к данным ситуациям. В Российской Федерации действует система санитарно-карантинного контроля. На пунктах пропуска через государственную границу ведется мониторинг с применением в том числе технических средств. Это тепловизоры, внедрен двойной тепловизионный контроль, который сейчас в терминале F аэропорта Шереметьево функционирует, но и на других пунктах пропуска тоже. Что касается стран Европы, то система здравоохранения направлена в первую очередь не на предотвращение, а на локализацию случаев. Мы же, исторически у нас в России так сложилось, что наша система и здравоохранения, и профилактики, и госсанепиднадзора, она направлена на предупреждение, на предотвращение, на основе регулярного мониторинга ситуации. Скажите, Марина Владимировна, вот сейчас у вас производство приостановлено, или вы все еще продолжаете выпускать, то есть у вас есть какой-то данный, запас, скажем так, деталей? Деталей, то есть у нас производство не приостановлено, либо мы будем сами разрабатывать и сами делать запчасти, которые мы закупаем из Китая, либо мы, повторюсь, будем искать аналогов. Для вас это будет дорого вообще? То есть у вас, так скажем, ваше предприятие будет больше трат нести? Я правильно понимаю, если сделать детали? На сегодняшний день пока понимания нет, но я вам говорю, это не какая-то запчасть, без которой проект остановится, поэтому я думаю, что мы в любом случае выйдем из положения и найдем российский производитель. Вот мне знаете еще, что интересно в этой связи, ведь Китай это гигантская, огромная страна. Я так понимаю, что не все заводы находятся в Ухане, и не все заводы попали в зону поражения вот этим вирусом. Но все-таки Китай, но я понимаю, что он сейчас весь в красной зоне, но это что, Аня, что вообще все стало производство, все заводы? Или что ваш завод просто, который поставщик был в Ухане? Нет, наш завод находится на территории Тверской области. Нет, я имею в виду, ну, поставщик. Я имею в виду тот завод в Китае, который выпускает для вас запчасти. Он попал просто в зону действия. То есть просто не повезло, потому что я не думаю, что вся Китай, если бы весь Китай, не дай бог, вся бы экономика встала в этой стране, я думаю, что уже бы сейчас не такая была бы ситуация в мире экономическая. Я думаю, что нефть не до 52 бы подешевела. Знаете, вот у нас недавно буквально коллеги приезжали с Дальнего Востока по торгово-промышленной палате нашей. И с ними был представитель тоже торговой палаты прилегающих регионов Китайской Народной Республики. Но он, к счастью, ни в чем не подозреваем, потому что здесь полгода у нас уже живет, поэтому можно было смело с ним встречаться. Китайцы, он сам Харбин в том числе представлял. Но вот эта территория, она практически не затронута за счет того, что именно, как вы сказали, китайцы, они локализовали эту ситуацию. Проблема в другом. Все-таки промышленно-сборочный цех – это Южный Китай. Мы так себе на карту смотрим, там вон Китай большой, но не надо забывать, какую часть территории занимают непосредственно пустыни и горы. Или места славопригодные для того, чтобы там жили люди. Поэтому вот с этой точки зрения – да. С точки зрения экономики, я, конечно, не могу за всю область сказать, но мы пока с какими-то серьезными случаями остановки производства или его кардинального затруднения тверскими предприятиями из-за сложности с китайскими партнерами, мы пока не сталкивались. А что касается отгрузок, те, которые осуществляют наши предприятия в Китайскую Народную Республику, они продолжаются. По крайней мере, из тех документов, что вот мы, в частности, видим, эта работа идет. А что сейчас вообще будет с теми людьми, кто… ну вот путевки есть, да, то есть поют отдыхать. Или сейчас вообще будет все это приостановлено, то есть всем надо будет сдавать путевки, если, допустим, в Италию человек собирался лететь. То есть что сейчас с этим совсем будет происходить? Не будут выпускать? То есть какие-то меры будут приниматься? На сегодняшний день речи не идет о том, чтобы прекращать сообщения с той же Италией, либо с другими странами. Есть рекомендации Роспотребнадзора о том, чтобы воздержаться от поездок в ту же Италию, в том числе туристических поездок. Поэтому мы будем следить за развитием ситуации, и если она будет усугубляться, решение будет корректироваться. Но все-таки я думаю, что ситуацию удастся локализовать в ближайшее время в той же Италии и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Что касается влияния на экономику, будь то Китайская Народная Республика, Россия, либо другие страны, да, правильно, что вот эта ситуация уже начала воздействовать на экономические сферы и отрасли. Как любая другая инфекция, получающая масштабное распространение, так или иначе, она неизбежно будет влиять. С введением ограничительных мероприятий, как национального, так и международного характера. Здесь страдают и пассажиропоток, перевозчики страдают, сфера туризма, производства. В одном только Китае с введением карантинных мероприятий целиком города закрыты на карантин. Это является серьезным барьером для внутренней трудовой миграции. Отсюда, возможно, и проблемы даже не столько с тем, что останавливаются производства внутри городов, закрытых на карантин, сколько сообщений внутри страны на какой-то момент времени, оно приостановлено. И влияние инфекционных болезней здесь, оно неизбежно на экономику. Потому что это известные расчеты, когда рассчитывается стоимость одного случая инфекционной болезни, будь то грипп или корь или какая-то другая инфекция, так и с коронавирусом. Соответственно, и здесь в расчет берутся не только затраты на введение такого пациента, на, скажем так, размер упущенной выгоды или заработка, а еще и на те мероприятия, которые проводятся для Китая. Построить два госпиталя инфекционных в кратчайшие сроки, приостановить сообщения внутри страны, между странами. Тут глобальное влияние, и вот мы видим то, с чего начали сегодняшний разговор, влияние вот этих всех процессов на стоимость нефти. И вот этот каскад, который уже запущен, как он дальше будет развиваться, ну, предугадать сложно. Единственное, что остается надеяться на скорейшее завершение распространения инфекции, потому что по информации и Китая, и Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день количество новых случаев с каждым днем уменьшается. Но вместе с тем появляется информация о том, что уже инкубационный период болезни может составлять до 28 дней против 14, как изначально это было сказано. То есть человек может не знать, что он... Да, и что болезнь может протекать в скрытой форме, бессимптомно, а человек будет являться источником инфекции. Поэтому вот эти сюрпризы, которые коронавирус всем нам подготовил, я имею в виду всему мировому сообществу, как они отразятся на развитии ситуации, сказать достаточно сложно. Еще один сюрприз, что коронавирус, оказывается, может возникать повторно. Да, мы знаем, что уже есть повторно заразившийся пациент, который был выписан, а потом его снова диагностировали коронавирус в Китае. Согласно информации из, скажем так, открытых источников, да, говорят о том, что повторное заражение и заболевание возможно, но при этом мы знаем о том, что ведутся разработки вакцины, и было сказано о том, что в России уже существует порядка пяти прототипов вакцины против нового коронавируса, а вакцинация – это достаточно эффективный способ предотвращения распространения инфекционной болезни, профилактики. Поэтому я уверен, что мы с этой ситуацией достаточно скоро справимся. Вопрос, когда они будут уже допущены для применения на людях, потому что обычно это очень длительные сроки, несколько лет много занятий. Это клинические испытания, это одобрение, регистрация, да. Но сугубо с эпидемиологической точки зрения, насколько мы можем судить по тем трендам, которые сейчас есть и в заболеваемости, и в динамике числа выздоровевших пациентов, ведь выздоровело тоже немало, уже более 30 тысяч человек, поэтому ситуация, она находится в середине своего пути, и есть тенденция на ее завершение, на уменьшение распространения. То есть вы считаете, что уже пройден пик заболеваемости этим вирусом? Или еще будет нарастать? Скажем так, ситуация сейчас стабилизируется. О том, что будет она нарастать или нет, это будет зависеть от тех мероприятий, которые и китайцы на своей стороне будут проводить, и от того, насколько мы будем продолжать проводить контрольные мероприятия на нашей границе. Но, насколько я знаю, у нас ситуация продолжает оставаться на особым контроле. Почему смертность все же большая от коронавируса? Мы же когда по этой теме говорили, что есть уже и вакцины. И вообще современная медицина, мне кажется, она достаточно такая прогрессивная. Но смертность тоже растет, и этими цифрами тоже настораживают нас и, можно сказать, пугают. Здесь не смертность, а летальность. Это все-таки, если правильно выражаться, эпидемиологически. И стоит сказать, что летальность, она на протяжении всего периода наблюдения, начиная с, скажем, декабря и вот до настоящего момента, она тоже была не одинаковая. И показатель летальности изначально от 30% уменьшился сейчас до 3,5% и в какой-то момент был на уровне 2%. Сейчас мы видим некоторое увеличение летальности по сравнению с прошлой, с позапрошлой недели. Это связано с тем, что количество новых случаев не так увеличивается быстро. Но при этом те, кто уже был инфицирован и находятся в тяжелом состоянии, они продолжают умирать. Поэтому относительно показатель летальности, относительно числа инфицированных, он, конечно, сейчас изменяется несколько в большую сторону. Но при этом стоит отметить, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Более 70% люди болеют в легкой форме. И все летальные случаи, они у людей зарегистрированы в возрасте старше 60 лет, имеющих хронические болезни. Это хроническая обструктивная болезнь для легких, это сахарный диабет. То есть, так или иначе, это хронические болезни, которые способствуют более тяжелому протечению болезни. Чем опасен коронавирус? Развитием дыхательно недостаточной, остеострой, тяжелой пневмонии. И респираторные проявления. Соответственно, все сопутствующие болезни, они усугубляют это течение. Поэтому мы говорим, что летальность, если посмотреть только в группе старшей, возрастной, она может быть тогда и высокой. Но если на всю популяцию посмотреть и наложить эти цифры, мы видим, 3,5% это на самом деле не такая большая цифра. Если вспомнить, скажем, коронавирус, который был причиной атипичной пневмонии в 2002 году, там летальность была на уровне 10-11%. Если взять ближневосточный респираторный синдром, причиной которого также являлся коронавирус, то летальность там до 30% доходила. Соответственно, здесь 3,5% говорить много это или мало достаточно сложно. Но учитывая, что население Китая практически 2 миллиарда, интенсивность контактов достаточно тесная. Все это способствует скорейшему распространению инфекции. Но и вот эти цифры летальности, которые мы видим, они достаточно высоки. По сравнению с летальностью от гриппа, конечно, это существенно выше. Да, гриппом заболевает больше, но и умирает от него больше. Здесь вот на эту цифру заболевших, более 80 тысяч, количество умерших, оно достаточно большое. Но говорить о том, что это смертоносный вирус, как это принято в средствах массовой информации, я бы не стал. Почему такое распространение, как вот по вашему мнению всех собеседников, получает коронавирус? Ведь эта инфекция, они не то что умалчивали. То есть мы сразу об этом знали, средства массовой информации, все федеральные, но на всех вообще уровнях об этом сообщалось. И при этом мы все равно сейчас говорим и о Швейцарии, и о Италии. То есть мы говорим все равно и о других странах, это непонятно. Хотя и таможня, все были введены в экстренную, все сплотились, все начали работать. Мне кажется, здесь ответ по поводу Европы очевиден, потому что там очень высока диффузия, передвижение населения. Там границы еврозоны, они между собой постоянно обменяются, контактируют, очень маленькие расстояния по нашим меркам, по российским. И там французу съездить на выходные в соседнюю страну, это ничего не стоит. И я думаю, что это в первую очередь с этим связано. Ну и плюс с тем, о чем Александр Сергеевич сказал, что там немножко другая ориентация медицины. То есть у них идет на локализацию, у нас идет на ограничение полное по въезду и так далее. Я думаю, что с этим связано, потому что высокая плотность населения и плюс вот эти контакты очень развитые. Да, но что касается такого вот масштабного распространения в ограниченное время, в первую очередь, конечно, здесь влияют процессы глобализации. Не очень люблю, конечно, это слово, но это так. Это и ежегодное увеличение грузоперевозок и пассажиропотока. Собственно, основная часть инфицированных, она сосредоточена в Китае. 70 тысяч и около 10 тысяч по всем остальным странам. Соответственно, Китай является источником инфекции и аэропорты того же Пекина, того же Ухани, которые являются международными аэропортами, обладают колоссальной пропускной способностью пассажиров. И поэтому распространение, оно произошло в кратчайшие сроки. Другой вопрос, как быстро начали выявлять эту болезнь. И если мы посмотрим, а сейчас есть даже такая динамическая карта, когда по дням видно, какие страны добавлялись, как те государства, куда были осуществлены завозы этой коронавирусной инфекции новой. И это связано с тем, что болезнь, все равно был какой-то период времени, когда о ней не знали, когда не было средств диагностики. То есть распространение началось именно в тот период времени. И потом уже начали отслеживать контакты, начали отслеживать пассажиропотоки, появились средства диагностики. И рост заболеваемости во многом он обусловлен качеством диагностики. Мы можем говорить о том, что да, заболеваемость растет и эпидемическая ситуация усугубляется. Но это может быть и относительный рост, связанный с повышением качества диагностики и объемов проводимых исследований. Больше обследуем, больше выявляем. Но, тем не менее, доступность транспортная, авиационная в том числе, она является одной из причин масштабного распространения. Не только новой коронавирусной инфекции, но и любой другой инфекции, которая может представлять значение в области общественного здравоохранения. Я бы с коллегами хотел согласиться, что коммуникации это основное. Но посмотрим немножко с другой позиции. Просто современные средства транспорта, они доносят данную, в частности, заразу очень быстро до других уголков мира. Но раньше происходило то же самое. Если смотреть по истории, мы с вами увидим первая официально признанная пандемия. Это Юстинианова чума, 6 век. Да, она развивалась долго. Есть версия, что она пришла из Египта, из Эфиопии. Хотя современные исследования показывают, что, скорее всего, она азиатского происхождения. Просто зашла на территорию Византии и Европы через североафриканские страны. Но ведь она все равно пришла. То есть, это те же транспортные средства, только иные. Это корабли, это Великий Шелковый путь, это те же верблюды, караваны. Но сущность от этого не изменилась. И последствия ее были страшные. Ведь в Константинополе погибло 66% населения. А сама пандемия растянулась фактически на два века просто с перерывами. И последующие средние века, они показывают то же самое. Мы просто не всегда понимаем, какое влияние на историю может оказать та или иная эпидемия. Вот пока мы с высоты сегодняшней своей жизни не понимаем, какие последствия будут у сегодняшней эпидемии. Как это сложится, как скажется на отношениях между странами, внутри стран. Но чтобы было ближе к нам, к Тверскому региону, приведу простой пример. Это одна из пандемий, которая охватила в 14 веке Европу. И в 50-е годы пришла через Европу в Россию. А именно, насколько памятнее не изменяется, в 1353 году умер великий князь московский Симеон Гордый. И все его дети. Они, между прочим, были... Он был женат на внучке нашего князя Михаила Ярославовича. И как раз его дети, это были правнуки. Его жена была дочерью князя Александра Михайловича. Это был сын Михаила Ярославовича. И как раз в этот момент отношения между двумя соперничающимися, между фамилиями и княжествами, эти отношения наладились. Вот останься, Симеон Гордый жив, и его дети. Может быть, наша история сложилась бы по-другому. Но она сложилась так, как сложилась. Эта эпидемия унесла до 50% населения среди Европы. И, соответственно, по России тоже, особенно по западным областям, нанесла большой удар. Как будет выглядеть мир после этой эпидемии? Как мы будем воспринимать Китай? Сейчас все больше, и речь идет о том, что Китай, если раньше как мастерская мира, теперь это потихонечку смещается в спектр восприятия, как некая угроза миру. Потому что он постоянно рождает эпидемии. Что такое с 2002 года по сегодняшний? Прошло с исторической точки зрения всего ничего. А может быть, его стоит как-то ограничить, может быть, стоит как-то изолировать. Кто-то использует это в своих корыстных целях. То есть, вот это гуманное восприятие, общественное восприятие, оно может поменяться. Так что здесь речь не только об экономике, но и об общем сложении пазла взаимоотношений различных наций и государств. Хотя есть одна из версий, что касается экономики. Ее высказывали уже в публичном поле, обсуждали о том, что эта эпидемия была спродуцирована синтетически, для того, чтобы ослабить как раз экономическую мощь Китая. Что якобы были некие свидетельства, что к этому готовились некоторые западные страны, что как бы пригрозили загодя Синьцзиньпину и в итоге реализовали. Но вот как считаете, действительно мог быть синтетический вирус природы? На сегодняшний день достижения в области синтетической биологии, они настолько быстро меняются, и с каждым днем появляются новые возможности для получения новых микроорганизмов с новыми свойствами. Может быть микроорганизмы старые, но они получают новые патогенные свойства. И многие специалисты в этой области считают, что да, риск, скажем так, преднамеренного применения каких-то синтетических микроорганизмов, он существует. И может быть даже в части той, что инфекционная болезнь и возбудитель инфекционной болезни воздействует даже не столько по видовому, сколько даже по этническому принципу поражая отдельные нации. Мы со своей стороны можем только догадываться, потому что это скорее вопрос в компетенции спецслужб, и судить можно только по косвенным признакам. Но тот штамм коронавируса, который сейчас является причиной неблагополучия, он на 70% идентичен тому штамму, который в 2002 году был причиной антипичной пневмонии. Вообще семейство коронавирусов насчитывает более 60 видов, и их достаточно много. И наши сезонные острые респираторные вирусные инфекции, в их число тоже входят коронавирусные инфекции. Грипп, по-моему, тоже коронавирусные инфекции. Нет. У него тоже такие коронки. Нет, грипп не относится к нему. Да, но, тем не менее, мы слышим и из нашего правительства, и Геннадий Григорьевич Онищенко, еще когда руководил федеральной службой Роспотребнадзора, и сейчас, курируя эти вопросы, говорит о том, что Российская Федерация окружена западными лабораториями, которые так или иначе специализируются на разработке, скажем так, патогенов с целью их преднамеренного применения. Ну, в Грузии это известная история. В Грузии и ряд других стран такая же гипотеза и такие же подозрения есть и в отношении Китайской Народной Республики, что также вокруг нее в ряде стран Западно-Тихоокеанского региона и Азиатских стран существуют подобные лаборатории. И вероятность такая на сегодняшний день, конечно, существует. Но, тем не менее, я почему свой рассказ начал с как раз-таки особенностей системы Госсанэпиднадзора, которая в Российской Федерации существует, что у нас действует постоянный мониторинг биологических угроз на территории нашей страны с целью предупреждения завоза извне и возникновения внутри. Если взять ту же чуму, у нас существует целая противочумная система противочумных учреждений, которые в круглогодичном режиме осуществляют мониторинг за этой инфекцией. В Соединенных Штатах Америки также есть природные очки чумы, и эта проблема актуальна. Но они не осуществляют мониторинг, они выявляют каждый случай и считают, что им гораздо дешевле, с экономической точки зрения, дешевле выявить этого больного и его вылечить, чем тратить колоссальные средства на профилактику, на предупреждение распространения. Здесь вопрос дискутабельный. Что дешевле, скажут, наверное, экономисты, но в итоге у нас исторически сложилось, что приоритетом является все-таки здоровье человека, и наша задача предупредить возникновение болезни, чем уже, по сути, бороться с ее проявлениями. Так и с новым коронавирусом сейчас. У меня есть вопрос, если позволите. Кроме расовой принадлежности, когда мы говорим о заболевших, еще поднимался вопрос возрастной. Что действительно процент детей, заболевших, или в случае летального исхода для детей до 14 лет, он минимален? Или это просто иллюзия, которую средства массовой информации распространяли? Да, что касается новой коронавирусной инфекции, детское население в меньшей степени подвержено риску инфицирования, чем взрослые, потому что средний возраст заболевших от 35 лет и выше. То есть, в принципе, здесь основное трудоспособное население. Но если взять, скажем, к примеру, грипп, мы ежегодно прививаем на практически 50% нашего населения от гриппа, и у нас есть отдельные категории, так называемые группы риска, на которые направлены основные профилактические мероприятия. В частности, это лица старшей возрастной группы, их 60 лет и старше, и лица с хроническими состояниями здоровья, с хроническими болезнями. То есть, это те, кто подвержен. Поэтому здесь я не думаю, что это один из признаков, который, скажем, мог быть изначально запрограммирован, если это правомерно сказать, в действии вируса самого, и его вирулентные свойства как раз-таки направлены в большей степени на старшую возрастную категорию и лица с хроническими болезнями. Это скорее справедливо для любой инфекционной болезни. Лицо в возрасте старше 60 лет так или иначе более подвержено инфекционной патологии, и хронические болезни усугубляют течение и способствуют более тяжелому течению болезни. А если вот с 2002 годом сравнить? С 2002 годом там ситуация по возрасту складывалась приблизительно таким же образом. И сказать, что там дети в меньшей степени болели, или наоборот в большей степени, сложно. Потому что ситуация, она в принципе несколько отличалась от той, которая складывается сейчас. Здесь Китай уже через неделю знал о возбудителе, расшифровал его генетический код и предоставил не сам возбудитель, а только его генетическую последовательность для того, чтобы можно было его идентифицировать. Чего нельзя сказать об итальянских коллегах, которые, получив один из важных случаев, смогли выделить вирус и предоставить его для работы. Штамп, да? Да, всему мировому сообществу. Это к разговору об открытости действий и нацеленности на единый общий результат. То в 2002 году китайцы долгое время молчали о ситуации. Там было закрытое вообще-то. Да, закрытое ситуация, и они долго скрывали эту ситуацию, пытаясь локализовать ее самостоятельно, не ставив в известность Всемирную организацию здравоохранения. И поэтому о достоверности сведений, которые тогда были, сейчас судить достаточно сложно. Но насколько я знаю, закономерности те же самые. Что касается путей передачи, на момент, когда ситуация начала развиваться, говорили, что преобладает воздушно-капельный путь передачи, в меньшей степени контактно-бытовой. Сейчас, по последним данным, и руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова в своем заявлении сказала, что доля воздушно-капельного пути не столь велика, а в большей степени как раз-таки передача идет за счет реализации контактного пути. То есть это контакт с больными, с предметами обихода, которые так или иначе могут быть заражены вирусом или биологическими жидкостями больного человека. Но это и в отношении гриппа. Почему мы говорим о том, что нам нужно соблюдать правила личной гигиены, возвращаясь из общественных мест. Мыть руки, умываться. Потому что это является основным фактором передачи инфекции. Но маски тоже никто не отменял. Можно я сейчас Марине Владимировне хотел вопрос задать. Во-первых, понятно, для чего китайцы укрывали эти случаи возникновения инфекции. Это, мягко говоря, из прагматических соображений. Просто для того, чтобы не нести репутационные издержки, в дальнейшем чтобы не терять деньги. По-простому, если говорить. Во-первых, вопрос, не будет ли такой опасности, что отшатнуться от китайских производителей в связи с тем, что будут бояться, что как раз передается таким бытовым путем. Например, грубо говоря, делают обшивку для машины. Она, может быть, там заражена. Это первый вопрос. Как вы прогнозируете, что когда-то, я надеюсь, этот вирус схлынет, мы его одолеем, мы это человечество, одолеем его. Как дальше будет развиваться ситуация? Те же самые китайские производители вернутся ли они в этот сектор? Подорожает ли их продукция? Или, наоборот, подешевеет они будут демпинговать, чтобы отвоевать утраченные позиции? С этой точки зрения какие прогнозы? Я думаю, что если вирус утихнет в Китае, то мы дальше продолжим работать. Может быть, конечно, эта продукция подешевеет. Если, может быть, мы найдем российского производителя, нам уже не настолько будет выгодно работать с Китаем. Тут у нас буквально две недели назад пришла пресс-форма. Мы заказывали, мы еще, помимо снегоболтоходов, мы сами изготавливаем колеса низкого давления. И из Китая нам пришла пресс-форма. Буквально неделю-две назад мы ее открыли, мы ее посмотрели. Помыли руки. Помыли руки, да, надели маски. Работаем, ничего, пока у нас никаких вспышек на предприятии не возникло заболеваний. Слушайте, вообще, эти маски помогают? Мне кажется, они больше для тех, кто уже болеет, чтобы он просто не заражал. Других помогает отфильтровать. Для тех, кто болеет, безусловно, чтобы ограничить распространение. Но и для здоровых это хорошая мера профилактики. Потому что если контакт достаточно близкий, и у человека такие проявления, как кашель или чихание, все равно маска защищает. Ну, понятно. То есть, вот вы сказали тоже про пути передачи. То есть, про те самые посылки, про которые очень писалось. Это не так уж прямо и неправда. То есть, из Китая посылки. Вот было одно время прямо столько информации, что это как способ передачи. Тебе, вы работаете тоже, да, к вам приходит, что есть как способ передачи. А как раз Александр Сергеевич сейчас об этом и говорил, что они тоже могут быть заражены. Речь идет все-таки о контактном бытовом пути при рукопожатиях, при, скажем, открывании двери. Если человек прошел, прикоснулся к ручке двери, то человек, который идет за ним, так или иначе может быть инфицирован, именно прикоснувшись к той же самой ручке. Что касается посылок, то здесь все-таки риск минимальный. И он ближе к нулю. Почему? Потому что новый коронавирус, он не жизнеспособен в окружающей среде столь долгое время. Пока идет, да? Конечно. Кроме того, условия для сохранения вируса в окружающей среде, это определенные показатели температуры, влажности, ультрафиолетового излучения. То есть, у вируса просто нет шансов для того, чтобы в посылке добраться до адресата в нашей стране. У нас так часто обращаются с посылками, что никакой коронавирус не выдерживает. Все в кашу. Ну, и ты иногда порадуешься, что почта работает не так быстро, как хотелось бы. Марина Владимировна, скажите, а вот у вашего предприятия, допустим, сейчас ощутимые затраты на электроэнергию как-то, на тарифы, как-то изменились для вас? Для вас изменилась ситуация? Ну, они, мне кажется, каждым годом повышаются. Ну, вот эта составляющая, кстати, интересный вопрос, составляющая, то, что у вас тратится на, в частности, у вас достаточно энергоемкая производство, как я понимаю, и сварка, и там какие-то там плавильные, может, обогрев и так далее. Вот ваша составляющая, которая идет на оплату электроэнергии, потому что мы знаем, что, например, для Китая, говорят, поставляется даже дешевле, чем в нашем товаропроизводителе, а это очень важно, это же в конце концов вкладывается в итоговую стоимость продукции. Для вас это существенно, вот эти тарифы на электроэнергию, или это не составляет какой-то вам проблемой существенной? Ну, как бы на данный момент нам, конечно, хотелось бы, чтобы они были более минимизировать затраты, но мы рассчитываем, мы вкладываем эту стоимость. Пока справляемся. Ну, а в целом, как вот вы думаете, у нас когда все утихнет все же? Это как-то будет связано с временем года, ну, то есть, которое неблагоприятно для распространения вируса, или просто с ситуацией, которая действительно вот последний заболевший вылечится? Это связано будет не только с временем года, но и с тем, что сейчас активно применяется... Продолжим это можно после рекламки? Сейчас прервемся, и вот как раз потом ответ на этот вопрос. Мы возвращаемся в студию и продолжаем обсуждать очень важную тему коронавируса и как эта эпидемия сказывается на экономике. Буквально перед рекламой вы как раз отвечали на вопрос. Когда же все это закончится? Да, это самый главный вопрос. Да, помимо времени года, как я уже сказал, конечно, да, сейчас не самое благополучное время, тем более, что мы находимся в разгар сезона подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и Китай, надо сказать, тоже. Но, тем не менее, те меры и ограничительного характера, и противоэпидемического характера, назовем их мерами противодействия эпидемии, которые на сегодняшний день применяются, они эффективны, и мы это видим по динамике заболеваемости. И я так думаю, что в скором времени ситуация разрешится благополучным образом, передача инфекции прекратится, ну, либо замедлится до уровня выявления отдельных единичных случаев. Но совершенно точно, что до середины апреля мы уже увидим результат. И хочется сказать, что у нас в стране сейчас, как я уже сказал, в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, нужно заботиться о своем здоровье в той части, что использовать меры не специфической профилактики. Мы вакцинировали достаточно большое количество людей, но сейчас именно не специфическая профилактика, именно соблюдение правил личной гигиены, ношения масок, по возможности исключения контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ и гриппа. Да, это будет способствовать как раз-таки профилактике не только на государственном уровне, но и каждого человека в частности. Что можно еще так сказать тем, кто все же полетит отдыхать, если у нас все сохраняется, то есть никто не будет сдавать путевки, тем более сейчас сезон начинается, это весна, или так скажем, весенний сезон тоже начинает летать. Да, по возможности нужно ограничить посещение стран Юго-Восточной Азии, так как наибольшее распространение инфекции получило все-таки в том регионе. Но и в принципе, если люди отправляются в отпуск за рубеж, нужно помнить о том, что не только новые коронавирусные, но и другие инфекции, риск заболевания ими присутствует, и помимо средств общей профилактики важно вооружиться знаниями, какая же инфекция может присоединиться в той или иной стране, как себя обезопасить и при себе иметь и заранее узнать все-таки контакты медицинских служб, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью. Если же заболевание возникло при возвращении в Россию, то, соответственно, также своевременное обращение за медицинской помощью, оно является залогом все-таки благополучного разрешения, то есть ситуация, которая может сложиться. А в двух словах, на что стоит обратить внимание по симптамам? Вот прямо в двух словах, если у человека что? Вот просто насморк и все, сразу подозрение? Нет, нет, не только симптомы, но обязательно, конечно, мы говорим, что проявление ОРВИ гриппа при наличии симптомов эпидемиологического анамнеза, а именно посещение в течение 14 дней до появления симптомов стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. В первую очередь, конечно, это Китай. Спасибо большое за ответы на вопросы, за то, что пришли сегодня к нам в студию. И мы такую тему озвучили, как коронавирус и как эта эпидемия сказывается на экономике стран. Это была тема дня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин